19 мая 1977 года 20-летняя Колин Стэн стояла на шоссе и пыталась поймать попутку. Она планировала добраться из Юджина, штата Орегон, где жила с родителями, до Северной Калифорнии, куда ее пригласил на день рождения друг. Колин пропустила несколько машин, водители которых предлагали свою помощь. Что-то в них отталкивало и настораживало. Девушка, стоит отметить, была достаточно опытной автостопщицей и следовала некоторым правилам при поездках. Вскоре перед ней остановился очередной автомобиль. В нем ехала молодая семья. Кэмерон и Дженнис Хукер, так звали молодоженок, готовы были подбросить путешественницу. Девушка не стала отказываться, увидев в машине 8-месячную дочь супругов. Она подумала, что поездка в такой компании, где есть ребенок, безопасна. Это стало огромной ошибкой Колин Стэнна. Через полчаса пути автомобиль остановился у заправочной станции. Уже тогда у Колин было дурное предчувствие. Интуиция подсказывала ей бежать от этих людей, но девушка сходила в туалет и вернулась в машину. В этот момент Кэмерон Хукер достал странного вида деревянный ящик из багажника и поместил на пассажирское сидение. Но это Колин не испугало. Они поехали дальше, а через некоторое время водитель свернул с шоссе в глухую местность. Стэн не успела ничего сказать, как к ее горлу поднесли нож и надели этот самый деревянный ящик на голову. Из автостопщицы она превратилась в заложницу. Но зачем, казалось бы, обычной семье кого-либо похищать? Дело как раз в том, что семья Хукеров не была обычной. Кэмерон познакомился с Дженнис, когда она была 15-летней школьницей с заниженной самооценкой. Ей льстило, что на нее обратил внимание парень постарше, да еще и с личным авто. Кэмерон в то время работал на лесопилке. Его единственным увлечением была порнография. В своих фантазиях будущий маньяк порол обнаженных женщин, подвешенных кожаными ремнями к потолку. Кэмерон и Дженнис поженились, и его фантазии стали для нее страшной реальностью. Дженнис какое-то время жила в страхе ожидания очевидных побоев и издевательств. А потом она с мужем пришла к следующему компромиссу. Похитить девушку, на которой Кэмерон вымещал бы всю злобу. Жертву решили искать среди автостопщицы. Супруги придумали план, а глава семейства соорудил специальный деревянный ящик, который предотвращал проникновение света и звука. Так похищенная Колин Стэн оказалась в доме хукеров в небольшом городке в Калифорнии, Рэдблав. Первое, что сделал Кэмерон, снял деревянный ящик с головы пленницы, подвесил ее за руки, жестоко избил и изнасиловал. С этого момента для Колин Стэн начался самый настоящий ад, продлившийся семь лет. Кэмерон Хукер заковал Колин в цепи и запер в деревянном ящике, похожем на гроб. Супруги хранили его под своей кроватью. Пленница находилась внутри ящика по 23 часа в сутки. Ее выпускали ненадолго только ночью, чтобы изощренно пытать. Колин растягивали на дыбы, жестоко пороли, били током, просто били, постоянно насиловали. А после опять заковывали в цепи и помещали в деревянный ящик. Но на этом мучения девушки не заканчивались. Внутрь темницы практически не поступал в свежий воздух, поэтому Колин задыхалась. Особенно тяжело приходилось в жару, когда температура воздуха в ящике доходила до плюс 38 градусов. Колин испытывала дикую жажду, но Хукеры редко давали ей пить, как впрочем есть. Вместо этого они требовали от стенд тишины. Она должна была лежать неподвижно. А чтобы у пленницы не зародились мысли о побеге, Хукеры запугали ее рассказами, что работают на тайную организацию под названием компания, члены которой следят за родителями Колин. И если вдруг девушка что-либо предпримет, то будет найдена и убита и она, и вся ее семья. Спустя 8 месяцев Стэн была настолько запугана, сломлена морально и физически, что даже подписала договор с Хукерами, в котором добровольно отдавала себя в рабство и соглашалась делать все, что ей скажут. Отношение к пленнице стало мягче, когда у супругов Хукер появился второй ребенок, хотя ее также продолжали пытать, бить и насиловать. Но теперь ее чаще выпускали из ящика, чтобы помогала с детьми и убиралась в доме. А позже Колин даже получила возможность выходить на улицу, где ее не раз видели соседи. Кэмерон настолько стал доверять своей рабыне, что даже разрешил устроиться горничной в отель и жертва маньяка оправдала все его ожидания. Она не только не пыталась бежать, но и просить кого-либо о помощи не собиралась. Больше всего она переживала за родителей и Кэмерон как-то решил отвезти ее к ним. Это произошло через 4 года заключения. Отцу и матери Колин сказала при встрече, что приехала со своим женихом. Родители Стэн сфотографировали, как им сначала показалось, влюбленную парочку. Потом они все-таки заподозрили, что дочь вступила в какую-то секту, но давить не стали, побоялись очередной долгой разлуки. Хотя поездка к родителям Кэмерон и прошла гладко, Хукер испугался, что дал слишком много свободы своей рабыни. Он вновь стал держать несчастную в деревянном ящике по 23 часа и выпускал только для издевательств. Так продолжалось следующие два года, пока Кэмерон не поделился с супругой, что хочет похитить еще нескольких девушек и сделать их рабынями. Дженнис это снилось в ночных кошмарах, ведь изначально они договаривались, что похитят только одну. Жене маньяка казалось, что тот на этом успокоится. И для миссис Хукер наступил переломный момент. Она долго боролась с собой и наконец в августе 1984 года рассказала всю правду Стэн. В том числе и про то, что никакой организации под названием компании не существует. Это все выдумки. Колин поверила не сразу, а когда поняла, что бояться нечего, с помощью Дженнис сбежала. Миссис Хукер привезла Колин на автобусную остановку. И та позвонила отцу, чтобы он выслал денег на билет до дома. Дженнис взяла обещание с Колин не обращаться в полицию. Она еще какое-то время верила, что муж может исправиться с помощью молитв. Но через три месяца все же сама позвонила шерифу и заявила, что Кэмерон похитил и убил Мари Элизабет Спейнхайк, которая исчезла в 1976 году. Как оказалось, девушка была первой пленницей Хукеров, но сопротивлялась до последнего и Кэмерон ее застрелил. Тело жертвы супруги закопали в лесу. Найти его не удалось, поэтому обвинение в похищении и убийстве так и не было предъявлено. Однако расследование неизбежно привело к похищению и жестокому обращению с Колин Стэн. Кэмерона Хукера арестовали. Дженнис дала против него показания в обмен на полный иммунитет. Ему же осудили по нескольким пунктам обвинения и приговорили к 104 годам лишения свободы. В 2015 году он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но оно было отклонено. Следующее слушание состоится в 2023 году, когда Кэмерону исполнится 76 лет. Дженнис Хукер сменила имя и продолжает жить в Калифорнии. А Колин Стэн первое время после освобождения и до ареста Кэмерона она поддерживала с ним связь. Ей даже казалось, что она любит своего мучителя. Это было следствием так называемого стокгольмского синдрома. Девушка прошла курс интенсивной психотерапии. Она сменила имя, получила диплом бухгалтера, вышла замуж, стала матерью и бабушкой, а сейчас оказывает помощь и поддержку женщинам, пережившим насилие. 40 лет спустя Колин публично рассказала о своем испытании и о том, как она справлялась с теми ужасными годами, когда была девушкой в ящике. Я просто чувствовала меня, так явно было неизвестным. А теперь много лет прошло, это как у меня было более недоумен. И это моя новая жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова